Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Встречались с молодым человеком почти год, я намного старше его. С самого начала договорились, что если он захочет уйти и построить семью, я его отпущу. Сейчас он с другой, я его отпустил. Пытались друг друга забыть, не получилось. Сказал, что не может без меня долго, очень скучает, на него обязательства, мне семьи не надо. Я уже была замужем, меня взрослый сын, иногда встречаемся нам хорошо вместе, что делать. Ну, что делать, для чего, что делать, чтобы что, вот это, пожалуй, в первую очередь хочется спросить. То есть, если вы хотите поработать с привязанностью с тем, что не можете забыть его, да, но... Дело, вывод. Если вы хотите... Ну, построить отношения, может быть, другие, вот, то это, ну, другой момент, другой аспект. Вот, ну, на что можно обратить ваше внимание. Вот. То есть, чего вы хотите-то? Вообще, ну, вот вы сами чего хотите. То есть, ну, грубо говоря, вижу ли я что-то плохое, например, в том, что вы встречаетесь с человеком, да нет, не вижу. Ну, если, ну, если вас все устраивает, почему бы и нет. Ну, если не славит вас, то это уже другое дело. В целом, конечно, с точки зрения психологии, да, с точки зрения, вот, психотерапии, конечно, есть нюансы. Когда мы говорим о том, что партнеры имеют некоторое такое, ну, существенное, что ли, различие возраста. Мы говорим, как правило, об этом, как об отношениях неравноправных. Мы говорим об этом, как правило, как о том, где люди выстраивают свои отношения, ну, скажем так, скажем так, компенсируя что-то. В, по-другому, ну, в, по-другому, в самих, ну, в самих, ну, в самих, в себе. Вот, и, это просто мешает выстраивать другие отношения, скажем так, более здоровые. И это не сядет в траме. Равна прамяя прамяя прамяя. Вот. И если вы были замужем. И если вы были в лице, то раунд вот это прамя. Как правило. И трамянули на Бразили. Молодой человек, которого вы выбрали себе для отношений. Вот. Очень похоже на то, что это для вас как будто бы самый безопасный вариант сейчас. Ну, на данный момент, то есть вы выбрали просто человека, который вам ничем не угрожает. Возможно. А может быть, вы выбрали просто довольствие, можете реализовывать свои потребности и все. Вот. раз вам, как вы говорите, не нужна семья. Вот. 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 как мне видится, нужно в первую очередь смотреть, как вы сами относитесь к тому, что происходит. чего вы сами хотите и так далее. И уже как-то исходя из этого, да, двигаться дальше. может быть, терапию проводить. Вот. если вас это интересует, конечно, то опять же все зависит от вас. От вас. Это зависит от того, чего вы хотите. Вот. Я думаю. И в этом ключе, на мой взгляд, вам и нужно двигаться самым собой. Вот. 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 Пожалуй. Как-то. Как-то так. Я бы вам ответил. Сейчас. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии и с точки зрения своего опыта. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам удачи.